Вы не найдёте их в официальной статистике, но они есть на каждом углу. Некоторые из них спокойные, некоторые буйные. Это бездомные люди, живущие в тени общества и несущие с собой зачастую нерассказанные истории жизни. Некоторые из них когда-то были частью активных сообществ, но теперь сталкиваются с серьёзными трудностями. От проблем с психическим здоровьем до наркотической зависимости или трагической утраты. Жизнь на улицах не оставляет им выбора и каждый день может стать борьбой за выживание. Без преувеличения и ретуши – это история Вячеслава, 39-летнего мужчины из Кишинёва, который оказался на улице после того, как потерял почти всё. То там поживу зимой, то у знакомого, то вот так, то так. Но все же не будут принимать постоянно. И приходится вот так вот перебиваться. Пока мы с лета было, жил вообще в долинке, в лесу. Сейчас чуть-чуть это... А какие там условия были? В каких условиях? Никакий шалаш. Шалаш, пару матрасов, вода на роднике. Он бездомный с 2009 года, после того, как его мать продала дом, в котором жили он и его старший брат. С тех пор он ничего не слышал ни об одном из них. Тоже здесь на ботанике, на Зелинского. Мама, брат, старший брат в Канаде вообще. Это ну... У него своя семья уже. У меня вот так вот сложилось. Сейчас Вячеслав укрывается под железным вагончиком вместе с молодой женщиной, которая тоже осталась без крова после смерти родителей. Они живут под вагончиком рабочих, которые укладывают брусчатку неподалёку. Молодые люди соорудили себе убежище из того, что нашли на мусорной свалке. А одеяло вот у вас это откуда? Находим тоже. Кто-то вот там вот матрасы принёс тоже. Вынесли. Кто-то купил новые матрасы. Вынесли старые. Почему? Подушки так? Я взял. Да, да. Всё так же. Так же находим. Ну и вот так вот. Единственное, что я говорю, рад, что дали, потому что когда дождище, сезон дождей, какая-то крыша над головой есть. Но в этом месте они могут находиться лишь ограниченное время. Как только завершится асфальтирование, им придётся искать другое пристанище. 16 лет назад Вячеслав и представить себе не мог, что окажется на улице. Он 12 лет проработал маляром и вёл вполне приличную жизнь. Но болезнь, которой, по его словам, он заразился из-за использованных на работе химикатов, оставила его без работы и без средств к существованию. Кроме того, прошлой зимой из-за морозов он потерял пальцы на обеих ногах. Так что в итоге утратил подвижность. Почему у вас нет инвалидности и почему вы не получаете пенсию по инвалидности? Я же ходил в ТЭК, пытался это. Мне так и сказали на же государство. Говорит, не на коляске. Ходить можешь, руки есть, работать можешь. Иди работай. Какая тебе инвалидность? Теперь, когда приближается зима, Вячеслав старается найти жильё. В противном случае не справится с холодами. Кишинёв полон таких же людей, как и он, столкнувшихся с теми же трудностями. А у власти, похоже, нет стратегии их поддержки. Многие из этих людей трудоспособны и могли бы вносить свой вклад в бюджет страны. Но, к сожалению, они становятся бременем для и без того бедной страны.